Еще, конечно, я предлагаю молиться о дорогах, потому что, как говорят, многие из наших поедут в Вала-Вала, да и вообще, в целом, чтобы Господь хранил нас, знаете, в дорогах, явил милость свою. Сегодня, вот у нас, у меня и у Лизы привычка всегда, когда мы садимся в машину, обязательно помолиться, потому что у всех у вас есть такая привычка. И сегодня мы избежали очень-очень просто страшного столкновения, которое закончилось очень трагично. Вина была не наша, я ехал, и со двора вылетает какой-то пицца-гад, который пицца разносит на полной скорости. А тут уже шел вот этот снег и дождь, дороги скользкие были, и я просто чудом, я думаю, ангел Божий помог мне просто увернуться. И благо, что на встречной полосе не было машин. Так Господь миловал, и очень-очень было страшное столкновение, не просто там. Я вспомнил в этой связи, я ехал из Канады домой, в Мичиган, и уже осталось всего полчаса. Думал, ну доеду, хочется спать страшно. Но у вас у всех это бывает. Ну осталось-то полчаса, вот доеду, доеду домой, и все, что останется. Ехал я ночью, уже не в моготу, понял, что не надо искушать судьбу, как говорится, лучше встать. И при первой же возможности я сделал эксит и тут же заснул, потому что я больше ничего не помню. Чтобы выехать на метроколонку, проснулся от того, что машина резко встала, копаная вот от этой резкости. Я проснулся, глаза открыл и смотрю, что я нахожусь между двумя большими траками. И впереди один большой трак. Они все стоят, и я оказался прямо между ними, совершенно в стороне от метроколонки. Это отдельное место. Значит, по выходу из эксита я сделал эксит. И меня повело туда, а точнее кто-то меня повел, потому что я по-другому не могу объяснить. Только ангел Божий мог меня с эксита повернуть туда. Потому что если на метроколонку, то там много людей было. И встать вот между этими двумя траками. Водитель с правой стороны был в машине, и он дал мне знак рукой, чтобы я спустил стекло. Он говорил, здесь только траки стоят, легковые здесь не стоят. Поэтому выезжай отсюда. Спасибо большое, понял. И я осознал, что действительно ангел Божий хранил. Я плывал туда. Поэтому, дорогие, прошу вас, прошу вас, молитесь. Очень серьезно об этом, хорошо? Ну что ж, вы помните, что в одной из пятниц, не так давно мы говорили об истинном посте. И мы в качестве основы взяли 58 главу книги «Пророкий сайт». Истинный пост. Что это такое, да? Помните такую проблему? Сегодня мы будем говорить об истинном покаянии. Что такое истинное покаяние и каковы признаки этого? Люди, верующие с многолетним стажем, думают, что это их не касается. Они покаялись когда-то. Они обратились. Поэтому это не о них. Смею сказать, дорогие, что это касается всех нас и постоянных. Меня в том числе. В первую очередь. Они в том числе. Поэтому я думаю, что тема эта актуальна, насущна для всех нас. Наилучшей иллюстрацией настоящего истинного покаяния, мне кажется, является история падения и подъема патриотея. Конечно, мы можем сказать о Давиде. Это тоже яркая история. Особенно, если читать псалмы 31 и 50. Там видно, насколько действительно глубоко и, скажу, красиво покаялся царь Давид. И, можно сказать, о Манасии, который 51 год грешил и покаялся глубоко в плену и был восстановлен. Господь снова поднял. Список большой. Но все-таки история Якова настолько наглядная. В каком смысле? В том смысле, что если о Давиде мы узнаем из слов его, то о Якове мы видим из его жизни, насколько он действительно сменился и покаялся. Поэтому мы обязательно рассмотрим, но позвольте сначала начать с предыстории. Вы помните то самое время, когда Ревека, мама, младенцы стали биться. И, видимо, необычные, иначе женщины ее успокоили. Вы сказали бы, успокойся, это нормально. Дети и младенцы любят биться. Поэтому не переживай. Но что-то было необычное, что она пошла бы опросить Господа. Вы помните, что ей было сказано? Две нации. Две народа бьются в тебе. Но больше будет... Как? Или меньше будет? Больше, да. Больше будет по обращению меньше. То есть будет наоборот. То, что вставший, который... Когда говорится больше, имеется в виду тот, кто первый выйдет, разумеется. Если это близнецы. И теперь, теперь, когда они родились, вышел Исаак, а за ним Яков, державший его запятую. Абсолютно дали название Яков, держащий запятую. И вот они вышли. Теперь Яков, когда вырос, несомненно, Ревека поделилась с ним. Мама сказала, что сынок... Потому что она любила Якова больше. А отец любил больше Исаака. Как плохо, правда, когда у нас есть любимчики в семье. По крайней мере, не надо этого показывать. А нет, это очень ярко у него было выражено. Исаак проводил больше времени с Исааком. История говорит о том, что Исаак имел... Ну и в Писании тоже сказано, что он имел хорошо подвешенные языки. Он умел полюбиться любому человеку. Он умел расположить любого человека своим язычком. Хорошо подвешен. И сейчас какие люди есть. Прямо приятно с такими людьми проводить время. Потому что они умеют хорошо говорить. Ну и все, он был хороший охотник. Вкусную пищу готовил отцу своему. И отец его очень любил. Исаак. Теперь Яков, который знает от мамы, что он должен унаследовать практически благословение первородного. Что это означает? Двух словах, мои дорогие. И чтобы мы не помнили, что здесь происходило. Первородный или благословение первородного это не просто восточная традиция, ставшему дать все. Не об этом речь. Мои дорогие, в этом контексте, в нашем контексте, первородный это тот, через которого придет Спаситель. Первый. Второй это тот, через которого Бог создаст себе народ, который будет свидетельством всему миру, то есть Божий народ. Видите, насколько это важно. И они хорошо это понимали. Почему? Они же помнили обещание Богом, данное Аврааму. Они помнили, что это обещание было повторилось Исааку. Теперь близнецы, кто-то из них должен взять. Было открыто Еве, простите, я сказал Еве, Ревеке, что именно Яков меньше будет иметь вот это благословение. Но что происходит? Тогда вы спрашиваете, почему тогда Яков покупал у Исаака за кашу? Почему тогда вся эта вот хитрая, вся эта история? Все очень просто. Если я Яков, и я знаю, что это мне, по-божему, по-пророчеству, но я вижу, что отец уже стареет, уже слепнет, а он все еще привязан к Исааку. Я вижу, что он готов благословить Исааку, естественно, буду переживать. Особенно, если я люблю Бога, если мне это не безразличено, если я мечтаю о том, чтобы я стал отцом, родоначальником народа Божьего, чтобы через меня пришел Мессия, это великая честь. А Исааку, которому абсолютно неинтересно было об этом ни говорить, ни думать, ничего не делал в этом направлении. Более того, был не духовным человеком для Якова, в сознании Якова, в оправдании его, кстати скажу. Это было кощунство дать первородство такому человеку. А если еще было известно, что он не дало поклонникам, дать ей дало поклоннику первородство, чтобы через него пришла эта нация, пришел Христос, да какой из него, какой из него родом начальник нации. Понятно, да, понимаем, мы понимаем состояние Якова, мышление Якова, также Ревеке, мама его. И с этой точки зрения понять их можно. И вот они начинают паниковать. Ревеке говорит с мужем, что ты делаешь? Мне было откровение. Наверное, Исаак сказал, кто знает, что это за был пророк. Я так не чувствую. И стал мой любимый сын, он старший, он и будет. Все. Можем это предположить, не берите это как за факт. Хорошо? Мы просто прикидываем, что могло там произойти. Во всяком случае, мы видим, что точно у Исаака не было намерения дать первородству Якову. Не было просто. Откуда мы это знаем? Подтверждается ли, что я это еще сказал? Да. Однажды он во всеуслышание сказал Исааку, сын мой, пойди принеси ту дичь, которую я люблю, приготовь мне, чтобы благословила тебя душа моя. То есть, чтобы я дал тебе благословение первородству. Иными словами говоря, естественно, Исаак даже забыл о том, что он за кашку продал это первородству, брату своему, с радостью бежит принеси эту дичь, чтобы получить вот это благословение первородству, которое его вообще не волновало. Естественно, Яков и Ревека в панике. Что такое? Как же так? Как же так? Ведь нам было сказано, ведь было открыто. Мы верим, что это было от Бога. И потом мы смотрим на Исаака, кто он такой? Этот человек, этот идолопатлонник, этот, извиняюсь, хам, этот, что угодно. Потому что Исаак показал себя отрицательно со всех сторон. И ничего духовного там не было. Естественно, естественно, в этой панике они решают помочь Богу, как Сара в свое время помогла Богу, собрала. Да? Сагаре. В случае Сагаре. И вот то, что сделали мы все хорошо знаем. Чем оно кончилось? Говорит, Исаак в трепет пришел, когда он понял, что его обхитрил. Исаак доказывает это то, что все-таки он не намерен был Якову. А теперь другой вопрос. Думайте внимательнее, прежде чем ответить. Мог Бог, если бы Якова и Веревека не поторопились, мог Бог или смог бы Бог убедить Исаака или что-то сделать Исааком, что все-таки он дал благословение перворосту Якову? Смог. А скорее всего он так и сделал. Мы это уже знаем, что он так и сделал бы. Он сам об этом не знал, но Дух Святой открыл бы ему. Он все-таки патриарх, был ведомый Духом Святым. И несомненно, в последнюю секунду, если хотите, Бог убедил бы его в том, чтобы он переложил руки благословения Якова благословением первородного. 100%. Об этом даже можно не сомневаться. Но они не выдержали. И тогда Исаак в Трепет пришел и говорит Исааку, брат твой с хитростью пришел и взял благословение. Что он этими словами сделал? Он настроил. Братья друг против Духа, думайте хорошо, братья, когда вы что-то кому-то говорите. Хорошо думайте, к чему могут привести ваши слова. брат твой хитростью пришел. А Исаак был человек отчаянный, воинственный, сильный физический, недуховный и естественно он сказал, убил я. Отец мой мы, а ты его убил. Мать услышала это. И чем кончилась вся история, тем, что Якову приходится бежать для того, чтобы спасти свою собственную жизнь. Вот чем кончаются все попытки помогать Богу. Когда мы пытаемся наше человеческое так сказать или Божие заменить нашими человеческими усилиями, нам приходится потом бежать, спасая свою собственную жизнь. Одним словом, кончается это всегда неудачно. И вот теперь Яков бежит, но по дороге, Господь являет и утешает, успокаивает. Это не означает, что Бог, люди говорят, но Бог ему ничего не сказал, значит, все нормально. Нет, это был грех, действительно. Но Бог его успокаивает, там у него страха и так много было, что он его успокаивает, не переживай, я буду с тобой. Приходит он к лобам, там богатеет, там уже благословение за благословением, женами, детьми, внуками, большим скотом, он возвращается назад, потому что слышит, что сыновья Лавана говорят, видит лицо Лавана, которое уже вчера и позавчера, то есть не такое, как вчера и позавчера, понял, что надо отсюда выбираться, и Бог являет ему второй раз, это важно очень. Второй раз и говорит, иди, возвращайся, время напишу. Естественно, и говорит, Господи, а Исаф, скажи, что он сам наиси. Но Господь сказал, нам услышать. Собрал, встал, жен своих собрал, и они возвращаются. Вот, вот, вот он должен был встретиться с Исафом. Он уже знает, что Исаф обязательно услышит, придет на встречу, он организует по-человечески все, что может, делает, и тут Господь является ему третий раз, помните, в каком виде, некто волючийся. Нужно ли сегодня говорить, что это был Господь? Мы это знаем. Он не назвал свое имя, и он богословляет. Ангелы никогда не богословляют людей и всегда называют свое имя. Поэтому тут сомневаться даже. Если даже где-то сказано, ангелом явился, некто и само выражение некто. Это был Господь. Верим, что был Господь Иисус, Сын Божий. Он получил новое имя, благословение. Вот после этого на реке Он полностью покаялся. Мы иногда думаем, наказание только могут помочь покаяться. Нет, не всегда так. Благословение Божие, Его милость и любовь могут помочь покаяться. Вы помните, когда Петр, когда Иисус дал большой улов или успокоил потом. Помните, что Петр сказал Иисусу выйти от меня, человек, грешен? Во свете милости Божьей мы видим свою греховность. И я думаю, я думаю, что любовь Божья и милость Божья вообще-то помогают нам покаяться больше, чем трудности наказать. Да, они нужны, это следствие наших грехов. Они способствуют, они заставляют нас думать, но скажите, все ли наказуемые каются? Нет. Только те, которые оценивают милость Божья. Вот теперь давайте посмотрим, что получилось. Приходит Исап, они встречаются. Исап явно с враждебными намерениями, явно 400 воинов с ним, сомнений даже нет, что он пришел, зная, что из Яковни один, он пришел с вооруженной маленькой армией. Это больше, чем взвод. В взводе было 12 человек с советской армии. Целая почти чуть ли не дивизия. Есть военные, лучше бы узнать, но по крайней мере это уже маленькая армия, 400 человек вооруженные идут навстречу Якову. Естественно, у него намерения были агрессивные, но Господний дух влияет на Якова, и вместо того, чтобы убить, он идет и обнимает и плачет. Знаете, что в колбуде написано? хорошо, что вы не читаете. Есть там интересные истории, но есть и такие возмутительные. И вот один пишет, что все-таки советую, если и читайте, интересные вещи тоже, глубокие мискутуры есть, но вот один пишет, что Яков хотел разгрызть горло Иса, то есть Якову. Он с этой целью пошел обнимать его, чтобы разгрызть ему горло. Убить его, да, он мечом не мог, надо было разгрызть зубами. Но в это время горло Якова стало мранным. И у Иса сломались два зуба. Он стал немощи, поэтому заплакал, потому что больно. Зубы потерял и заплакал. Вы слышали эту историю? Обще никому не рассказывать. А если рассказывать, рассказывать, как скажут. Так вот, это было действительно умиление в сердце, это было действие Святого Духа, даже сомневаться в этом не нужно. Это была милость, Божия явлена Якова. Потому что написано, да? Люди, которые угождают Богу, Господь применяет наших врагов. Врагов могут превратить друзей для людей, которые любят Бога. А разве в вашей жизни не было так, что враги становились друзья? Не было. Мои очень были. Мои враги становились моими друзьями. Потому что Господь менял сердца. Поэтому здесь имело место несомненно вот такое явление. После этого слушайте, что Яков говорит. Это будет наш основной текст. У нас будет два текста. где 33 глава 10 стиха. Вот почему я говорю. Пример Якова наиболее наглядно показывает, что является истинным или глубоким покаянем. Полным покаянем. Человек верующий много десятков лет был верующим. Был он верующий. Нужно было ему покаять. Поэтому не говорите, что я когда-то мол, если покаялся, это не повиняло. Мы все нуждаемся в этом. Слушайте. 33 глава 10 стих. Яков сказал. Исава говорит. Он Исава беседует. До этого он назвал его так. Назвал его господином. Назвал себя рабом его. До этого он сказал. Если я нашел ботоволение в очах твоих, а теперь слушайте, что он говорит. 10 стих. Яков сказал. Нет. Если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, и бы я увидел лицо твое, как если бы кто увидел лицо Божье. И ты был благосклонен ко мне. Как вы думаете, Яков здесь не цемерил? Не думаю, дорогие. Это был момент его глубокого обращения и покаяния. Интересно, правда, это? Человек, которого он считал презренным, человек, которого он считал недостойным, человек, которого он очень хорошо знал, человек, который пренебрял первородство, человек, который был и дала поклонникам. Человек, который, говорят, убил Нимра, тот самый день, кстати, когда он продал свое первородство за кашель. Он совершил убийство. То есть, такой великий, великий вояка был, но вместе с тем убийца и дала поклонник. И вот этого человека, теперь об этом человеке, Яков говорил, я увидел в лицо даже как в лицо. Знаете, Исаф не стал божественной ищистью. Исаф импульсивно умирился в этот момент. И оно какое-то время продолжалось, потому что они потом вместе похоронили отца. Но он не изменился. Он какой-то такой остался. Откуда мы это знаем? Очень просто. Если бы Исаф покаялся, если бы Исаф стал послужить Богу, разве нам об этом не знали? Разве Писание об этом не писало? Но мы знаем, кто такие едумляне, что с ними стало? Потом говорит Господь, затру память за них вообще. Где сегодня едумляне? Что они случили? Петров разваленный, город Петров, все, что от него осталось. То есть он не изменился. Но что здесь происходит? Изменение произошло, мои дорогие небеса. Это не Исаф стал божественной ангельской личностью. А в ком изменение произошло? Вякове. Чтобы это понятие я приведу современный пример из моих. Отец мой презирал меня в то время, когда говорил об этом. И было за что, кстати? Он абсолютно не уважал меня, и было за что. И он считал меня глупым, а то, что я верующим встанку усугубил, а еще больше ухудшился. Я вообще тогда сектантом стал, в его понимании следователь, прокурор, судья, я перечисляю его должность, секретарь райкова. И вот этот отец мой, в его глазах я делал глупость за глупостью, а тут еще влез в секту сектантом стал. Единственный сын, в смысле единственный наследник старший брат больной был, который должен был семью поддержать, вдруг вот так взял и так. И он меня презирал открыто. Он говорил, что ты безнадежный человек, на тебя нельзя положиться. И я с этим соглашался, но ничего не мог поделать. Я старался измениться, старался быть хорошим, извинялся перед ним за то, что я короче делал заплатный вечер, и до еще моего обращения. Но за веру я никогда не извинялся. И вы тоже не извиняйтесь. Вот это, в этом я не уступал. И вот когда я уже выезжал в Америку, мы поехали попрощаться. Мой отец, вот этот умный, умный, образованный, но очень гордый человек, очень гордый, очень гневливый, и он мне вдруг говорит, ты мудрый человек. Сначала не шутит ли он, потом посмотрит, что он серьезно говорит. Я говорю, ты мудрый человек. Несомненно, мои знания не сравняются с твоими, ты видел мир. Я был в таком приятном шоке, очень приятном, и не потому, что он не мудрец он не поэтому я не оборщился этими словами, потому, что я знал, кто я такой, и я знал свое место. Меня этим не взять, сколько бы мне не льстили, сколько бы мне не говорил, Григорий, ты мудрец, это будет, как горох обсе, обсе, потому, что я знаю, что я не мудрый человек, и это хорошо знаю, я себя хорошо знаю. Но мне было приятно, мои грехи, видите, вот это изменение в моем отце, в этом горном человеке, в этом скептике, в этом атеисте, человеке, который не признавал ничего религиозного, но был человек правильным, с точки зрения человеческого, я его уважал, он был правильным, ориентирован на семью, обеспечивал семью, был человеком честным, точным, никогда не опаздывал, очень организованным, в отличие от меня, но очень гордым, и смириться для него вот так, низиться, это было, это только сила Божья могла вот такое сделать, вот что мне было приятно, видеть вот это изменение в нем, так и в случае с Яковом, значит, Яков изменился, его сердце изменилось, и человек, который был такой презрительный для него раньше, теперь стал чуть ли не как ангел Божий, замечательный видение, снова я говорю, не думайте, что Исау действительно лицо его сияло как лицо Божье, нет, нет, в некоторой степени таким был только Моисей, Исау до Моисея было очень далеко, как и мне до мудрости, как и до млечного пути, поэтому, поэтому, дорогие, здесь, роль, здесь, что здесь не было места, изменение в сердце Яковлова. Мои дорогие, когда мы смиряемся, когда мы каимся по-настоящему, слушайте внимательно, теперь мы пришли к самому пику наших рассуждений, когда мы каемся, мы тогда в других будем видеть детей божьих, мы в других будем видеть образ божьей, они для нас станут ценными людьми, мы тогда их назовем господами, а себя рабами их, ведь, разве что, а не думайте, Яков перестал верить в пророчество о нем, что он будет родоначальником великой нации, что через него придет Христос, Яков в этом не разуверился на людей, он просто смирился и называет своего брата и духовного господина, а себя рабом, кланяется семь раз ему до земли, дает ему все эти подарки и смиренно говорит, если бы только нашел благоволение в глазах твоих, это не, это не, это, дорогие, не страх, это не раболепство, чтобы вы не ошиблись на этом счете, это не самоуничижение с целью спасти кожу свою, это истинное смирение и покаяние. Можем правда мы проверить себя пока от себя по моему отношению к ним. Давайте послушаем, что Иисус второй наш апрель после этого закончил. Что сделал в нашем Господе Иисусе? Читаем Филиппицын вторую главу шестого по девятой стихи. Вторая глава шестого по девятой стихи. Он, то есть Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть рабом Богу, но уничижил себя самого, принял образ кого? Как он был? Раба. Совершенно как Яков принял образ раба, он был устал. Из воображаемого господина превратился раба. Он взял его господина и устал. Образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал, как человек смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Что значит Бог его превратил? Как вы понимаете? Восстановил его бывшую славу, он был выше всех раньше и снова получил вот этот статус потерянный имя, когда он пришел или оставил или добровольно имя. Так бы правильнее сказать. Бог восстановил, дал ему вернули ему славу, во сне силы. Кто-то скажет, ну, хорошо, Иисусу же не надо было каяться. Правильно, Иисусу не надо было каяться, потому что он не согрешил. Однако, ему надо было смириться? Наверное, надо было, иначе бы он не смирился. Вопрос, а нам надо смириться? у мои дорогие проблема в том, что есть одно препятствие в нашем сердце, которое мешает нам свириться. Знаете, что это за препятствие? Одним словом, как вы сказали? Совершенно верно, спасибо, Страх. Это гордость. Вот она, враг. Интересно, что в случае с Атаной гордость пришествовала по делью. Он возгорделся и потом согрешился. В нашем случае грех вызвал гордость, создал гордость и подпитывает гордость. Разве не так? В саду Едемского согрешили, а потом пришла и гордость и все прочее. И вся проблема в этой гордости находится. И знаете, какой способ избавиться от нее ради навсегда? Один только способ есть. Покаяться. Спасибо. Покаяться и тогда мы можем избавиться от этой гордости нашего врага. И вот это было в этом была проблема Якова. В этом есть проблема всех нас если мы еще полностью не покаялись. Если покаялись слава Господу. Я могу только радоваться за вас. Мне еще предстоит. Поэтому дорогие вот это все записано для того, чтобы мы учились у этих людей что надо делать и как надо делать. Как проверить очень просто. Кого я считаю моего ближнего? Кем отверстие 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 или же образом Божьим, детем Божьим, собственностью Божьей. Если я так относился бы ко всем, я бы очень осторожно относился бы ко всем людям. Я бы поменял мое отношение абсолютно ко всем людям. Каким упавшим они не были. И сад снова повторяю, и сад не был совершенным человеком для них. И когда ушел Якову, и когда Яков сказал эти слова, он не перестал быть идолопоплодником, он не перестал быть безразличным духовным вещам, он не перестал быть убийцей, он ушел убить про это родного, он не перестал, он очень павший человек, хотя воспитывался у хороших родителей. Такое бывает, к сожалению, умы не дай Бог. Не дай Бог нам видеть такое. Яков и сам не изменился, но Яков такого человека тем не менее оценил, назвал его человеком, у которого лицо как Божие. Образ Божий. Дитем Божие. Вот оно истинное покаяние. Дай Господь нам подражать Иисусу. У Иисуса греха не было, но гордости не было. Никакой. Поэтому Он и мог смириться. Он нас смирит. Я круто, если меня сядь. Научитесь от меня. Пусть поможет нам Господь. Научиться от меня. Давайте помогусь. Благодарим Тебя Господь наш милосердный, возлюбивший нас и пославший Иисуса, нашего старшего брата, который сменил себя до состояния раба. хотя рабом как таков ему не было. Но братья нас принял положение чтобы спасти нас. И в нем не нашлось ничего, что мы сегодня назвали гордостью или злом или грехом. И он понес то, чего заслуживали мы. слава Тебе, Господь, что теперь мы в нем можем тоже смириться, можем покаяться, как это сделал наш патриарх Яков. Мы можем избавиться от этой гордыни нашей, которая мешает нам во-первых видеть себя в Божьем свете, во-вторых мешает нам принять любовь от других, вовших наших собратьев, которые так нуждаются в нашей любви. Во имя Иисуса мы просим и Отец Небесный. Аминь. Аминь.